Сознание девичьих игр и готовность к плодоносителю. Работа 61-го года совершенно неожиданная для Гончарова. Вечер в поле, праздник с задоном. Ну смотрите, ведь это потрясающая композиция. Во-первых, мы видим уже три, и там последнее, четвертое. Увлечение Гончарова продольными форматами, растянутыми. На таком формате, понимаете, можно много чего рассказать. Это говорит о том, что человек романист. Он не просто там какие-то новеллы краткие пишет. Он может долго рассказывать, и рассказывать очень ярко и насыщенно. Здесь, конечно, вы видите целую серию девичьих биографий. И я бы хотел сказать, что да, он действительно человек, который чувствует сексуальность, чувствует эротичность. Вот эти стога, повторяющийся ритм. И все найденные развороты женские, они сделаны выразительно, точно, как мы говорим, характерно. Вот здесь есть тайна, которая близка, мне кажется, живописи и искусству Гогена. Вот эта вещь неожиданная, потому что Гончаров в 70-е годы, во-первых, начинает использовать эти так называемые эмали. Они, мне кажется, у него очень удавались. Ну, вы знаете, вот это вот разбрызгивание, распыление, которое пришло еще от 40-х, 50-х годов, от Джексона Поллока. Конечно, он эти вещи видел. Скажем, пластика действительно, вы видите, похоже на Фернана Лежет. Вот это пришло от Поллока. Много здесь декоративного. И вот совершенно, опять-таки, неожиданная вещь, которая не вписывается никуда. Вот все, что вы видели, ей, на самом деле, никакого ответа мы здесь не видим. Но это вот Татьяна, как я понимаю, тоже сурпога художника, утро, вот это сейчас у меня. Эта вещь Загорская тоже сделана на арголите. Причем, смотрите, как, ну вот я перетонировал раму тоже копчежную. Ну, мне думается, что очень важно понять звучание вот этих синих и матовых, да, как бы, погашенных цветов, с ярко звучащими. Человек блестяще работает. Вот это, как бы, яркие части, это, как бы, тени. Они работают очень сильно. И это такой важный классический цветовой момент, когда работают, в живописи работают тени, а вся световая часть, она немножко загашенная. Вот этот портрет тоже мне думается очень сильным. Я, честно говоря, поминаю портреты Салахова. Я думаю, что он не мог пройти мимо вот таких больших художников. И если посмотреть вообще этот ряд художников советских, которые ему нравились, ну, есть это Бобков, и те, кто давали мне рекомендацию, Дмитрий Жилинский, Андрей Гончаров, Гурий Захаров. Вот там не упоминается Салахов, но он не мог пройти мимо этого действительно яркого, вот такого в свое время авагардно прозвучающего мастера. Вот, эта работа очень интересная, Гжель. Она сделана, но, боже, я ее одну нашел, и не нашел в себе сил отказать вам удовольствие этой лицензии. Одна работа такая. Причем это действительно 67-й год, два года, как он закончил училище. Но это как-то действительно напоминает Пикассо. Здесь коричневый картон, беливо и синий. Но, знаете, надо быть большим мастером, чтобы из этого сделать, сделать мощную такую цветовую композицию. Вот. Ну, эту работу вообще долго пришлось реставрировать, честно говоря. Мы переходим уже к 80-м годам, но были белые на белом. Я вам рассказывал, что есть. Чуть-чуть прикольно. Увидел я белые на белом, да, и рассказал вам, что это напоминает мораль. А вот черные на черные у него тоже есть. То есть он все, что мог, попробовал. И необычайная здесь какая-то получилась вещь с точки зрения деформации и разрушения этой работы. Но мы знаем, что кракелер бывает такой, там красочный слой поднимается. Но Гончаров и здесь оказался уникальным. У него красочный слой, я его положил, он рулетом загнулся. Вот такой рулет, я даже еще не знаю. Я не знаю, как это вообще можно было сделать так, чтобы красочный слой загибался рулетом. Вот таким, в несколько слоев. Я там пытался разгибать этот рулет, распрямлял. И, в общем, эту вещь как-то удалось сделать. Мне кажется, это тоже одна из очень сильных вещей. И здесь человек работает очень интересной вещью. Он, как мы говорим, тактильно, фактурно, да, показывает лепку формы. Вот, скажем, фон идет вертикально. Ой, я, прошу прощения, я сейчас отвечу. Ну, можно пока...